Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать снова на мой канал Ленни Лоренс. Я вот не знаю, в какую тематику, в какую рубрику отнести это видео, то ли к рубрике «Алкофьяноч», потому что я как бы снимаю видео и сделала себе чашечку кофе. Такая снизилась... Аааа, горячая вот такая, ё-моё! Чашечка кофе с кардамоном. Но помимо этого я нахожусь в Костроме, и так или иначе, прямо или косвенно, то, что я сегодня буду говорить, это связано с Костромой. И в то же время это можно отнести в рубрику «Философская всячина». В общем, друзья, это видео совершенно не запланированное было, я просто поняла, что вот сейчас я сниму об этом, сейчас я об этом вам расскажу или никогда. И те, кто следят за мной в Инстаграме или ВКонтакте, скорее всего, читали один из моих последних постов, которые я написала про счастье. И я просто сегодня хочу немножко раскрыть эту тему в таком более визуальном формате, с тобой, как можно больше вам рассказать, ну, постараться вам передать вот ту атмосферу, вот то чувство, которое посетило меня в тот момент. И на самом деле я это сейчас говорю вот своими словами, то, что я реально ощутила на себе. Я не читала ничего, я не была, скажем так, вдохновлена какими-то другими личностями или другими высказываниями или постами известных людей. Ничего этого не было, это просто вот произошло, как какое-то минутное, еще и минутное помеша. Как это называется? Это в психологии, это же как-то позарение, как вспышка, я не знаю. Но дело обстояло так, что мы с Линдой уже уставшие возвращались домой, мы гуляли в парке Победы. Те, кто живет в Казахстане, наверняка знают, где это. И сам парк, он, ну, достаточно небольшой, там большую часть занимает именно лесная его часть. Вот, в этой лесной части мы долго-долго гуляли, дышали воздухом, там, в принципе, достаточно неплохо гулять с собаками. Вот, и потом мы уже уставшие, шли обратно, идти нам достаточно долго. Была такая прекрасная солнечная погода. И чтобы... Вы можете подумать, ну, и как бы, и что? И солнце и так встает каждый день, это нормально. Но поймите, что когда вы живете в Костроме, с наступлением осени... У меня просто здесь окно открытое, я там иногда смотрю. С наступлением осени в Костроме солнце, оно практически вообще исчезает. Я вам уже рассказывала, что когда я была здесь в феврале, и я просто считала, и в феврале не было ни одного солнечного дня, вообще ни одного. Вы представляете? Серое хмурое небо, снежок. Еще когда хорошо, что снежок идет, это как-то более-менее придает сказочную атмосферу. А когда вообще просто тупо хмурое небо, серость... Я даже когда выкладывала фотографии в Инстаграм, виды из окна, то оказалось, что это черно-белая фотография. Но это неправда, она малоцветная, просто вот такая вот Кострома. И поэтому я здесь сильно очень радуюсь тому, что глядываю к солнышку, и сегодня вот просто как по заказу. И вчера, вчера была суббота, сегодня воскресенье. И мы сразу пошли с Линдой гулять. Я даже наплевала на какое-то время у нее глаза, то, что ей нельзя на солнце находиться. Но как и странно, я вам уже говорила, что Линда сейчас очень хорошо все с глазками, видит у нас просто замечательно. И сказать, как я рада, это вообще ничего не сказать. И вот мы... Все никак не подойдут, это все прелюдия, но это тоже очень важно, друзья. И в какой-то момент Линда что-то нашла какую-то палочку на газоне. Мы стояли на таком небольшом холме. Холма открывался, видит, как раз на этот парк, на церковь, на город. И я просто тоже так остановилась. Линда там что-то делала с этой палочкой, я просто стояла. Мимо нас проходили люди, какая-то жизнь кипела. И вот... И меня, знаете, я вот физически... Я физически ощутила, как на меня накатывает. На меня накатывает какое-то просто блаженство, какое-то блаженное ощущение счастья. Я не знаю... Вы знаете, как вот... Как я не знаю... Я даже не знаю, с чем сравнить. Как будто вы опускаете в горячую ванну после того, как вы очень сильно замерзли. Или... Ну, проходи, проходи. У меня здесь просто шнур от моего света. Линда может посадить. И... Или, я не знаю, когда вы качаетесь на качелях, ну, это, вы знаете, ощущение не страха где-то вот здесь, да? Какое-то ощущение... Как предвкушение чего-то прям вот такого, что вы просто сейчас задохнетесь от связи. Я не знаю. Но я ощутила это просто на... О! Что такое? Ну, вот. Друзья, Что-то как-то буду в темноте, что ли, сидеть. Так, друзья, у меня погас мой свет. Вот. Поэтому будет свет из окна. Он очень яркий, наверное, достаточно резкий. Но у меня разрядился компьютер. Вот. Так что будет вот так вот. Ну, вот. Я продолжу все-таки свой рассказ. Думаю, это не очень сильно вас смутит. И вот я стояла и просто в таком состоянии прям блаженства. Я не знаю. Как будто словила какой-то приход нирваны. И... Самое интересное, что это случилось, как бы вам сказать, это было не случайно. Это было... Я не скажу, что это было запланировано, но я осознанно остановилась. Просто почувствовала на себе на своем лице лучи солнца, как вот сейчас. И поняла, что я абсолютно счастлива. Вот здесь и сейчас, в этом моменте, вот в этом месте, в то время, когда вот под моими ногами простирается природа. И так вкусно пахло еще, помню, в воздухе. И рядом была пекарня. Так... Ой, такой аромат был просто неимоверно вкусный. И даже прохожие, проходящие мимо, мне показались какими-то на вид доброжелательными. Они все... Многие, кстати, люди здесь оборачивают и смотрят на Линду. Потому что, ну, наверное, скорее всего, это достаточно редкая здесь порода. Не знаю. Я вот стояла, стояла какое-то время и поняла, что я счастлива здесь и сейчас со своей собакой, без шапки, с этой моей вот одеждой, которую я привезла сюда в Кострому, которая помещается на одну единственную маленькую полочку. Поняла, что я счастливый человек, что я пью свой растворимый кофе, но не чувствую себя от этого несчастной. И что самое большое счастье для меня в настоящий момент это от прогулки с моей собакой. Просто прогулки, путешествия, какие-то физические нагрузки. Вот это вот факт движения, факт познания. Так, Лин, не чешись, пожалуйста. Так, у Линды просто небольшая аллергия на животе и ей не разрешают сраться. Она явно недовольна. Вот. И я просто поняла, что я действительно очень счастлива здесь и сейчас. И я хотела бы донести этим роликом вы знаете тот момент, что счастье, оно его не нужно ждать. К нему не нужно идти. Не нужно жить в ожидании счастья. Мы постоянно ведь это делаем, друзья. И я тоже так делала. Я тоже думала, что вот перееду, да-то, буду счастлива. Или, не знаю, заведу собаку и буду счастлива. Или заведу вторую собаку и буду очень счастлива. Я по всей день, кстати, так думаю, что вот заведу вторую собаку и моего счастья будет в 2 раза больше. Хотя, что мешает мне наслаждаться моей настоящей собакой, первой собакой. Или, я не знаю, схожу в парикмахерскую, там, сменю имидж, буду такая красивая, буду себе нравиться и будет мне счастье. Ну, здесь подставьте всё, что угодно. Это может быть какая-то работа или просто какая-то жизненная цель. Вот. Но, и я поняла, что мы постоянно вот это вот, постоянно живём в ожидании и, возможно, ждём неких аплодисментов, да. Ещё такой интересный момент, вот это я уже прочитала, то, что мы часто живём в ожидании аплодисментов, в ожидании одобрения, в ожидании, не знаю, лайка какого-то или ещё чего-то. И часто бывает так, что из-за этого мы теряем истинную цель. Нет, даже, вы знаете, не истинную цель, а вот то самое желание, ту самую мечту, которая была продиктована вот только вами и больше никем другим. Не вашим партнёром, не вашими друзьями, родственниками, не СМИ, я не знаю, не соцсетями, которые вам нагазывают, что вам, я не знаю, нужна для того, чтобы быть счастливой женщиной, то у вас должна быть там, я знаю, огромная семья, собака, кошка и достаток, который позволил бы вам ходить, не знаю, на ноготочке и красить волосы в самых крутых салонах вашего города. То есть, очень часто нам вот это дело всё навязывают, но одно дело, если вы действительно этого хотите, как говорится, от души, а другое дело, когда это не ваше, и вы делаете это только ради того, чтобы сорвать аплодисменты, да. и на самом деле, эта мысль тоже очень интересная, может быть, посвящу я отдельное видео, и вы можете спросить меня, у меня были такие случаи, что я жила ради аплодисментов. Я скажу, что, наверное, любой творческий человек, особенно тот, кто занимается или писательством, или съёмкой видео, он так или иначе ждёт, ну, может быть, не аплодисментов, но он ждёт обратной связи, и он ждёт какого-то, ну, чаще всего, конечно, положительного отклика только ради того, чтобы он понимал, что его труд не обесценивается, и что то, что он делает, это приносит какую-то пользу этому миру, что есть какая-то вот ответка, да, потому что на самом деле никакой, ни один человек в мире не хотел бы быть ненужным, мы все хотим быть нужными в той или иной степени, нужными даже самим себе, нужным своей собаке, нужным этому миру природе, например, да, вот какой-то вклад, мы всё равно так или иначе хотим оставить в этом мире, какими бы, я не знаю, мезантропами или социофобами бы ни были, мы ни были бы, так как я человек вообще интроверт, я, в принципе, стараюсь, ну, я люблю общество самой себя, максимум своих близких и родственников, мои собаки, да, и ещё раз повторяю, что моё самое большое счастье это просто вот эти вот мои прогулки в одиночестве с собакой, потому что я хочу глотнуть кофеечку, оно ещё так настоялось и вкусно, просто огонь, вот, так что, друзья, подувать надо какое-то заключение сделать, да, а то какое-то слишком сумбурное видео, заключение, друзья, знаете что, напишите в комментарии, были ли у вас в жизни какие-то ситуации, моменты, сюжеты, когда вы испытывали счастье вот просто на физическом каком-то уровне, вот вы можете выписать как вот, не знаю, как мурашки по коже, но я не знаю, были ли у вас такие моменты, как долго они длились, хотя, конечно, по-моему, даже какие-то учёные доказывали, что якобы счастье оно вообще совершенно сиюминутно, оно очень, момент счастья очень быстро проходит, даже если вы, я не знаю, 10 лет мечтали закрыть ипотеку, это была ваша главная мечта, и вот когда вы её закрыли, всё равно момент счастья будет длиться совсем недолго, несмотря на прошлые 10 лет лишений, труда, возможно, недоеданий каких-то и переживаний. Так что, друзья, напишите в комментарии ваши истории, мне будет интересно почитать, и очень скоро с вами увидимся в следующем видео, я желаю вам отправляться поскорее на прогулку, пока хорошая погода, если в вашем городе хорошая погода, если плохая, идите на прогулку, дышите воздухом, и будьте подвижными, это полезно, и для физического здоровья, и для психологического. Всё, друзья, пока-пока. Пока-пока.